Первый контакт был визуальный. Это когда в Челябинске показывали чемпионат мира, и мы собирались у моего друга Юрки Чуркина дома, так как у него телевизор только у одного был. И вечером где-то в час ночи чемпионат мира смотрели в 60-х. И тогда молодой парнишка, просто смотря телевизор, видя игру, таких как Фирсов, потом Якушев, Полупановы, Старшиновы, Палыч Рагулин. То есть та плеяда, то поколение, которое просто дало возможность молодому пацану влюбиться в эту игру. Я росточком-то невысок, метров 72 с половиной, поэтому в классе всегда был последний по росту. И когда проходили какие-то мероприятия спортивные, и будь то игры, футбол, баскетбол, хоккей или другие, или бег, кросс, лыжи, то нужно было за счет других каких-то качеств находить возможность обыгрывать или побеждать, или преодолевать все эти трудности, обыгрывать больших. То есть характер закалялся, видимо, с этого возраста, что так просто тебе ничего не дается, и в 60-е годы и в магазинах-то ничего не было, что касается экипировки или там клюшек. Благо, что в клубе выдавали экипировку, но экипировку выдавали после старших, после того, как она уже устаревшая, все спускали вниз туда детям. И сначала молодежной, потом детская, а потом только мальчиком. Ну и вот нам доставалась эта экипировка. Штаны взрослых мужчин, хоккейные трусы, панцирь, локотники, коньки. У меня первый раз были на 5 или 6 размеров больше, туда ваты, бумаги. У меня отец, царство небесное, он был профессионально портной. И, естественно, он обшивал и меня, и мою сестру, и, безусловно, всю экипировку, которую я приносил, благо он-то знал, и все нам подшивал так, чтобы было удобно и комфортно. Это от него пошло ко мне действительно, что... Прежде чем ты что-то скажешь или что-то сделаешь. Вот ты знаешь, вот у нас, у портных, вот ты резанул и все, ты не сможешь потом это сшить. Лучше ты 7 раз отмерь, так или не так, а то вдруг ошибся. А потом уже то же самое и в жизни. По жизни просто везет на хороших людей, на хороших партнеров. И на тот момент я попал в команду «Металлург». Петр Васильевич Дубровин увидел во мне какие-то задатки и поставил в первое звено вместе с Борисом Молчаном. Белокопытов был, плеяда таких превосходных людей. Вдруг у меня что-то получалось. И за один год мы наколотили с Борисом Молчаном. У меня 51, у него 52 шайбы за сезон и стали тоже одним из лучших бомбардиров. Я попал в Геннадию Федорову Цигуру, который тоже что-то во мне увидел. Поставил в первое звено с Валерой Белоусовым. На тот момент Паша Изовских и Николай Макаров в обороне. Об этом можно было только мечтать. Заладилось. Через два года ЦСКА мне забрал, как я не упирался. Это уникальный опыт, уникальный шанс и уникальная история, которая дала мне возможность стать действительно профессиональным хоккеистом. Не принижая заслуг трактора, там это первые шаги, где те же игроки, и Коля Макаров, и Валера Белоусов, которые мне также многое дали вместе с Геннадьем Федоровичем, но в команде ЦСКА это другой был уровень, другие требования, другая атмосфера. Все было другое. На тот момент, чтобы попасть в ту команду, это нужно было действительно пахать. В команде ЦСКА принцип уважения к партнеру был очень сильный. И поэтому мы очень быстро нашли взаимопонимание. И, кстати, Володя Константинов тоже в 1986 году играл с нами вместе в одной пятерке. И это было великолепно. Мы играли чуть ли не закрытыми глазами. Это ощущение, когда ты играешь, это что-то грандиозное. Если кто-то сравнивает, значит, они видели нашу тройку и видят сейчас, как эти ребята играют. Я тоже с удовольствием слежу за ними. И позапрошлый сезон, когда работал в СКА, когда мы их объединили вместе и терпеливо ждали, когда они зацепятся за свою игру, а потом просто как любитель даже работы на лавке, я просто восхищался их игрой. Я получил воспитание, и у меня все равно по жизни есть ценности, которые я не могу ни убрать, ни придать. И вот эти жизненные ценности, они мне дороги. Семья для меня это самая важная ценность, которая есть и которой я дорожу. Поэтому в 30 лет, когда нам предоставилась возможность выбора, где играть, я просто положил на баланс, взвесил все за и против. И жизнь в семье на тот момент, она преобладала другие какие-то ценности финансовые или еще какие-то. Потому что снова ехать в НХЛ и перелеты, не видеть семью, длительность, и после 10 лет жизни в профессиональном спорте в Советском Союзе, где ты постоянно жил на сборах и не видел семью, я не видел, как росли мои дети. Дочка пряталась за маму, когда я приходил домой и спрашивал, это кто. Это тяжело. И когда вот все это нужно было поставить на баланс, то выбор был достаточно простой. Поэтому Швейцария... Мы сейчас готовим программу, стратегию до 2025 года в клубе. Один из пунктов, я сказал, и задача семьи Быкова воспитывать следующее поколение игроков Готверон. Ну, уже он ощутил лед, но попозже. Уже бегает, за ним не угонишься. Не ходит, бегает. Это сейчас пост номер один для меня. Канадцев мы всегда били, помимо Олимпийских игр. На Олимпийские игры они собрали своих сильнейших игроков на тот момент. И в конкретный этот день их невозможно было обыграть ни одной команде. Действительно, они были сильнее нас. Наверняка мы совершали ошибки. И мы как тренеры, я как главный тренер, и ребята имеют право на ошибку. Но наше психологическое состояние на тот момент, оно не дало бы нам их обыграть. Их психологическое состояние было выше, запредельной. Чисто в этом составе могла бы быть конкурентоспособна. В силу того, что будет уже опыт чемпионата мира, сыгранность, требовательность, знание требования и уровня международного, требования тренерского штаба, их стратегия, тактика уже будет известна, наигранность. Это плюс. Как мы знаем, что есть и другие ребята, которые имеют серьезный потенциал и в НХЛ, может быть и в КХЛ, которые будут конкурентоспособны с этим составом. Я бы хотел пожелать, чтобы у наших российских болельщиков как можно больше было радости от наших результатов. Но даже если где-то будут какие-то огорчения, они должны знать, что ребята всегда чистого сердца и с большим желанием хотят их порадовать. Своим ребятам, когда сезон заканчивается, я всегда говорю, вы имеете одну из величайших профессий в жизни, которая дает вам возможность осчастливить в один миг миллионы людей. Это не каждому дано. Нужно пользоваться этим. Субтитры создавал DimaTorzok